Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС, в студии Анна Пименова. 27 августа ушёл из жизни директор Смоленской атомной станции Александр Иванович Васильев. 36 лет трудовой биографии Александр Иванович посвятил атомной энергетике. С 1998 по 2010 год работал первым заместителем главного инженера по эксплуатации Смоленской АЭС, с 2010 по 2015 год главным инженером станции. С сентября 2015 года Александр Иванович был назначен директором Смоленской атомной станции. Коллектив предприятия скорбит о безвременном уходе своего руководителя. В нашей памяти он останется человеком мужественным, бесконечно преданным своему делу, отдавшим ему силы, знания и частицу своей души. На Смоленск АЭС в работе первой и третьей энергоблоки. Общая мощность составляет 2025 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 22 августа отключен от сети для проведения работ на тепломеханическом оборудовании. Выработка электроэнергии за 28 дней августа составила 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года энергоблоками Смоленск АЭС выработано 13,5 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 27 августа в Десногорске был открыт уникальный современный стадион для игры в баскетбол. Уже два года в Десногорске развивается детско-юношеская программа по баскетболу. 27 августа в нашем городе прошел грандиозный праздник – открытие уникального спортивного комплекса для уличного баскетбола. Это современное сооружение с площадкой и трибунами, оснащенное всем необходимым для проведения баскетбольных турниров. Открывал торжественное мероприятие инициатор организации этой спортивной программы генеральный директор концерна «Росэнергоатома» Андрей Петров. За это время проведено десятки соревнований. Видите, что сотни молодых людей из города Десногорска, дети, занимаются баскетболом, здесь работают профессиональные тренеры. Здесь сюда приезжают к нам профессиональные баскетболисты. И сегодня нужно сказать, что город Десногорск, Баскетболинская область живет баскетболом. Красную ленточку перерезали Андрей Петров, вице-губернатор нашей области Лев Платонов и глава города Вячеслав Ситунков. Почетные гости, те, кто вложил большой вклад в развитие спорта в Десногорске, получили подарки. В спортивном празднике принимали участие пять команд категории А. Среди них и сборная России, ветераны Советского Союза, гости из московских команд. Эти команды категории А. То есть эти команды играют во всех супер-турнирах России и во всех супер-турнирах Европы. Кроме нашей молодой команды «Динамо Росатом», мы не ставили целью победу, мы ставили целью олимпийское участие. Это был наш дебут. И мне кажется, что ребята с ним вполне справились. Потому что играть с такими опытными мастерами – это, наверное, хорошая-хорошая школа в дальнейшем. За это время наша детская баскетбольная команда «Динамо Росатом» уже стала обладателем Кубка Смоленской области. А скоро они примут участие в чемпионате Центрального федерального округа. 29 августа в «Солнышко» прошло торжественное вручение школьных принадлежностей детям. Акцию «Собери ребенка в школу» провела организация молодых атомщиков Смоленской атомной станции. Хочется выразить огромную благодарность организаторам, молодежной организации, молодым атомщикам, за поддержку, внимание и помощь в подготовке к 1 сентября наших детей. Воспитанникам Десногорского центра социальной помощи семье и детям вручили школьные рюкзаки в преддверии нового учебного года. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok